Здравствуйте. Я гвардеец Захара Прилепина. Я тот, кому не безразлична судьба своей родины. И это мой выбор. Не так давно я наблюдал события на Украине. Когда-то это была сильная и независимая страна, со своими ценностями и культурой. Сохранить это было некому. Теперь главные новости там – это митинги, майданы и беспорядки. Я не забыл революцию роз в Грузии, мятежи и пустые обещания. Теперь я вижу голод, коррупцию и нищету. Так бывает, когда розы имеют оранжевый цвет. Живе Беларусь скандирует толпы в стране, где некогда была стабильная ситуация, и население могло не переживать за свою безопасность. Теперь же акции протеста, забастовки и митинги. А еще избиение безоружного народа – это привычная картина. Я прекрасно помню ситуацию в Армении. Оппозиционный лидер и обещание лучшего будущего. Бархат мягко стелился, но ложиться оказалось. Жестко. Сейчас там война. Отданы территории, тысячи убитых, разруха и нищета. Поймите, я не хочу повторения этого в России. Теперь обращаюсь к вам, западные оппозиционеры и доморощенные либералы. Вы можете сколько угодно надевать оранжевые очки и выходить на улицы, ведя за собой купленных людей. Я – гвардеец Захара Прилепина. И я представляю народ. Народ, который не допустит беспорядки на улицах и в головах. Я буду делать все для того, чтобы никакие внешние силы не смогли раскачать политическую систему. Я борюсь за независимость и государственную целостность своей Родины. И если вы разделяете мою точку зрения, то нам с вами по пути. Присоединяйтесь. С уважением. Гвардеец Захара Прилепина.